Возраст футболу не помеха, если футбол – дело всей жизни. Летний сезон в самом разгаре и наряду с молодыми на футбольные поля выходят команды ветеранов. На спортивной базе в поселке Образцово по выходным проходят игры открытого первенства городского округа Щелково среди ветеранов 40+. В турнире участвуют 11 команд из Щелково и соседних городов. Вот на зеленом газоне сошлись соперники из Фрязинского Олимпа и сильнейшей щелковской команды МКМ. Первенство городского округа Щелково сейчас собой представляет открытое первенство практически всего северо-востока Московской области. То есть все лучшие команды ветеранов у нас в Щелково участвуют. Это юбилейное первенство. В этом году мы отвечаем 20 лет. Формат летних ветеранских игр отличается от классического большого футбола. Играют 8 на 8 два тайма по 25 минут. А есть еще зимнее первенство, когда те же ветераны 40+, проводят между собой мини-футбольные матчи в зале. Самое время об этом вспомнить, поскольку в середине лета состоялось награждение призеров зимнего первенства городского округа Щелково 24-го года. Церемонию провел советник главы городского округа Николай Павлов. Третье место в турнире заняла команда «Глобал» из Ивантеевки. Второе – Щелковское МКМ. Главный кубок тоже уехал в Ивантеевку усилиями команды с одноименным названием, у которой в некотором роде Щелковские корни. Ивантеевка – это как бы все выходцы из чемпионской команды «Глобал» и в свое время было на полях Щелковского района, проявляла вся команда «Глобал» и наследники. Нашли своих обладателей и награды в личном зачете. В частности, лучшим игроком всего зимнего турнира признан нападающий командой МКМ Аркадий Асатурян. Любителем футбола он известен как игрок знаменитого в прошлом мини-футбольного клуба «Спартак Щелково», а в последние годы тренер различных взрослых и детских команд. Зимний футбол, летний футбол – есть разница для профессионала? Да нет, конечно, никакой разницы. Зимой в зале, ну, немножко другие условия. Футбол, он есть футбол. Знаете, как если всю жизнь отдавать футболу, то без разницы играть в мини-футбол или на улице. Конечно, хотелось бы и победы в турнире, но пока у нас это не получается. Иван Теревка постоянно нас опережает, что мини-футбол, что большой футбол именится летом. Еще одна индивидуальная награда зимнего первенства – приз лучшему защитнику – досталась игроку МКМ Юрию Королю, который летом великолепно проявляет себя и как нападающий, забивая в ворота соперников голы на любой вкус. Если вернуться к летним играм, то пока в турнире расклад сил такой же, как был зимой. Лидирует Иван Теревка, следом идут МКМ и Глобал. Достается от них соперникам. В сумме в прошлом туре три лидера забили 31 гол, пропустили всего четыре. Первенство городского округа Щелково продлится до 30 сентября. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.